Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Мир криптовалюты и блокчейна меняется прямо на наших глазах. И есть причина, почему такие проекты, как Cardano, Polkadot и Avalanche взрывают рынок. С каждым новым днём всё больше проблем эфириума всплывает на поверхность. Поэтому всё чаще мы слышим о новых убийцах эфириума, вокруг которых всегда растёт количество всевозможных спекуляций в попытках нагреть кого-то на деньги. Но биткоин-максималисты пытались убить эфириум годами, и он до сих пор живее всех живых. Не думаю, что в ближайшем обозримом будущем появится настоящий его убийца. Иронично то, что рост популярности эфира открывает дорогу для его же конкурентов, других платформ и экосистем, смарт-контрактов, которые, в свою очередь, тоже начинают набирать обороты. Я расскажу тебе, как это произошло, и почему Polkadot собирается вывести криптопространство на совершенно новый уровень. И, конечно же, мы сделаем прогноз для Polkadot. А если тебе интересен такой контент, не забудь поставить лайк. Так алгоритмы YouTube начинают работать с этим роликом, и всё больше людей будут интересоваться Polkadot и его экосистемой. Также я каждый день делаю контент про криптовалюту, поэтому, раз уж ты здесь, не забудь и подписаться тоже. И обязательно нажми на колокольчик. Только так ты не пропустишь новые видео. Итак, почему у Polkadot такой огромный потенциал, и почему он меняет игру? Когда ты досмотришь это видео до конца, ты поймёшь. Начнём с того, как меняется мир криптовалюты. Невозможно говорить о смарт-контрактах и децентрализованных экосистемах, не поговорив сначала об Эфириуме. Потому что Эфир — это родоначальник всего этого действия. Собственно, и Polkadot имеет корни в Эфириуме. Если вы не в курсе, основатель Polkadot Гевин Вуд был также одним из основателей Эфириума. И Кусамы, кстати. Но это уже не относится к теме этого видео. Однако Гевин ушёл из команды Эфира, чтобы создать Polkadot. Точно так же сделал в своё время создатель Cardano Чарльз Хоскинсон, который тоже был соучредителем Эфириума. И Гевин, и Чарльз создали свои проекты, которые уже решили существующие проблемы Эфира. Вы знаете эти проблемы. Скорость, загруженность, высокая комиссионная плата, дорогой газ, масштабируемость и так далее. Делаем вывод. Хотя Эфир, безусловно, является первопроходцем и родоначальником, Cardano и Polkadot давно его обошли технологически. В течение многих лет множество проектов называли убийцами Эфириума. Например, одним из таких убийц был Иос, затем Трон, потом Тезос. И многие другие убивали Эфириум. Да, что-то не вышло. Эфириум оказался слишком силен, даже несмотря на все его проблемы. Если вдруг Polkadot или Cardano обгонят Эфир, они не убьют его. Это как сильнейший босс в игре. У Эфириума огромный набор разработчиков и приложений, которые уже никуда не денутся. Он даже сумел превзойти биткоин по активности разработчиков, исходя из отчета Electric Capital в 2020 году. Но есть еще кое-что, что происходило на наших глазах. И происходило практически незамеченным. Годами у Эфира не было достойных противников в принципе. Ты думаешь, Трон угрожал Эфиру? В какой-то момент, года три назад, я даже думал, что Трон сможет бросить Эфириуму вызов. Но оказалось, что Джастин Сан такой же человек, как и мы. И в его целях заменить Эфириум не было. Достаточно вспомнить те скандалы, в которых он был замешан. И кроме него, в этих скандалах всегда была замешана его жажда заработать кучу денег. И, наверное, в этом и заключается еще одна самая большая проблема Эфира. Отсутствие внятной конкуренции. Когда-то Майк Тайсон считался непобедимым боксером. Любой человек, который стоял в паре с ним, был обречен. Со временем Тайсон так к этому привык, что перестал тренироваться так же сильно, как раньше. Мол, зачем, у меня же нет конкурентов. Это и привело его к тому, что до сих пор считается разочарованием в боксе. Майка Тайсона нокаутировал Бастер Даглас, чем и закончил его чемпионство. Если я неправильно произношу фамилии и имена, прошу меня извинить. Я не сильно в них понимаю. Дело совершенно не в том, как произносятся эти имена. Дело в том, что это является примером того, что отсутствие конкуренции очень плохо. И люди, и даже компании начинают лениться и перестают развиваться. У эфириума появляются действительно серьезные конкуренты, как, например, Полка Дот и Кардана. И это, я считаю, очень здорово и для самого эфира, и для всего криптопространства. Благодаря этому деловой и финансовые секторы начинают понимать возможности блокчейна. И это, в свою очередь, открывает практически неограниченные возможности для эфириума, Кардана и Полка Дот. Речь не о том, какой из этих проектов выиграет. Речь о том, что каждый из них выигрывает. Каждый из них изменит существующую модель бизнеса навсегда. Итак, как именно Полка Дот собирается получить свой кусок пирога? Прежде всего, Полка Дот не похож на обычные криптовалюты. Вместо единого блокчейна он состоит из множества отдельных, которые называются парачейнами. Что-то похожее эфириум пытается построить в эфир 2.0, только там это называется шардами, а не парачейнами. Иными словами, Полка Дот это базовая сеть, к которой прирастают парачейны. Выглядит это как-то вот так. Кстати, очень похоже на коронавирус. Любой токен, который запускается на базе Полка Дота, может иметь свой собственный блокчейн. Поэтому разница между токеном на эфире и токеном на Полка Доте очевидна. Токен на базе эфира строится прямо поверх него, а токен на базе Полка Дота цепляется как почка. К чему это я? Я уверен, ты слышал о таких вещах, как IPO и ICO. Это первичные предложения акций или токенов до того, как компания выходит на рынок. Это помогает привлекать капитал и инвестиции на начальных стадиях развития. Так вот, ребята, следующая популярная вещь в криптовалюте, скажу вам по секрету, это IDO. Первичные предложения Дот. Компании смогут размещать первичные предложения своих токенов или акций на Полка Доте, что, конечно же, будет большим плюсом для Полка Дота. Я обязательно буду держать тебя в курсе этих IDO, а вось подвернется что-то годное. Помимо инфраструктуры парачейнов, Полка Дот имеет еще одну важную функцию – обратную совместимость с Эфириумом. Это тоже очень интересно. Полка Дот адаптируется к текущей сети Эфира, а вот Эфириум к Полка Доту не адаптируется. Но что это значит? На популярной децентрализованной бирже Uniswap, о которой ты наверняка слышал, ты можешь легко обменивать токены на базе Эфириума между собой. Но вот обменять токен на базе Эфира на токен на базе Полка Дота ты не сможешь никак, если речь идет о Uniswap, BitSwap и других децентрализованных биржах, построенных на базе Эфира. Но ты легко поменяешь токен на базе Полка Дота на токен на базе Эфира, используя децентрализованную биржу, построенную на Полка Доте. Это и называется совместимостью. Дело в том, что Полка Дот имеет совместимость со множеством блокчейнов, а Эфириум нет. В мире, которым правит цифровая глобализация, совместимость очень важна. Даже центральные банки, которые работают над своими цифровыми валютами, уже думают о вопросах совместимости этих валют. Для этого им и нужен цифровой актив, который выступит в качестве моста. Мы уже не раз говорили и предполагали, кто может выступить в качестве моста. Может быть XXRP, может быть Stellar Lumens, все это просто догадки. Но опять же, это не тема этого видео. В этом плане, в плане совместимости, Полка Дот уже далеко впереди Эфириума. Мне часто задают один весьма логичный и резонный вопрос. А есть ли вообще биржа, где доступны все монеты? А то париться в этом бесконечном списке, искать, регистрировать, верифицировать и так далее, та еще морока. В том-то и дело, что нет, ребята, Эфириум рвет все лавры на себя. А мы из-за этого, можно сказать, страдаем. Мы связаны наручниками токенов на базе Эфира, стандарта ERC20, ну или другими стандартами на Uniswap. Полка Дот может изменить это, сделать все совместимым и гораздо более удобным. И инвесторы по всему миру видят, как быстро начинает развиваться экосистема Дот. И это одна из причин, почему Полка Дот за последние полтора месяца так вырос и даже попал на шестое место самых крупных криптовалют. И пока график цены растет, 4 февраля 2021 года был запущен первый биржевой продукт на базе Дот в Швейцарии. Это тоже только лишь начало, все-таки первый биржевой продукт, а значит будут еще. Еще одной очень большой возможностью для Полка Дот становится DeFi. То есть децентрализованные финансы, мир в котором правит Эфириум, несмотря на все свои недостатки. Прошлое лето для этой индустрии было безумным, так много DeFi проектов было запущено. Кто-то из них рухнул, кто-то вырос, но теперь даже самые крупные из выживших победителей начинают изучать перспективы и возможности мультиблокчейновой совместимой системы. А как раз такой системой является Полка Дот, как мы уже выяснили. Одним из таких проектов, например, является Кёрф Финанс. Думаю, это будет не последний проект, который будет строить кроссчейновую интеграцию с Полка Дот. Одним из факторов роста DeFi прошлым летом стала легкость, с которой новые финансовые проекты запускались через Юнисвап. Я уверен, мы увидим то же самое, только уже с Полка Дот и его IDO. Это будет взрыв Дот-дефай проектов, построенных на Полка Доте и финансированных с помощью IDO. Но насколько, по моему мнению, может вырасти Полка Дот? Дот уже вырос на 200% в этом году, но вот что интересно. Полка Дот стартовал гораздо круче многих проектов. Когда он был запущен и начал впервые торговаться, он сразу же попал в топ-10 криптовалют по размеру рыночной капитализации. Это довольно мощное достижение. На мой взгляд, непрофессионального инвестора у него еще полно места для роста. Но есть кое-что, что, по моему мнению, может ему помешать. Инвесторы могут смотреть на него косо, потому что с их точки зрения такой жирный проект может не иметь потенциала, которым они бы могли соблазниться. Проще поискать проекты с более маленькими капитализациями. Там потенциала хоть в десятером дели, правда и риски больше. Поэтому я даю достаточно скромный прогноз. 10-15 иксов, буквально до цены в 300-350 долларов и рыночной капитализации в 300 миллиардов. Мне кажется, для Полка Дота это очень реалистичные цифры. А что ты думаешь по этому поводу? Нравится тебе Полка Дот? Возможно, ты уже инвестировал в него. Пиши всё это в комментариях под видео. А на этом всё. Меня зовут Богатейший Ди. Не забудь поставить лайк. Я реально стараюсь каждый день выпускать новые видео. И поэтому твой лайк мотивирует меня на создание новых роликов. Ну и, конечно же, помогает каналу расти. Подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Комментируй, делись видео с друзьями. Обязательно. Богатей. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова